Всем привет! Начинаем готовиться к самому волшебному, красивому, сказочному празднику. Приглашаю вас присоединиться и сделать вот такой очень простой в исполнении, но красивый цветочек из глиттерного фоамирана. Такие цветочки прекрасно подойдут в качестве украшения прически или одежды вашей малышки, а также для декора пушистой красавицы, как самостоятельно, так и для декора новогодних шариков. Производитель такого чуда материала не один. Я покажу сегодня два. Первый это китайский, очень мягкий на ощупь и послушный материал. Второй производство Германии более жесткий, но сыпется чуть меньше. Я ничем не закрепляю в блестке, просто тихонечко хлопаю листы с балконом, пока никто не видит. Для одного цветочка нам потребуется 5 заготовок лепестков. Обводим зубочисткой с обратной стороны листа и вырезаем. Но надрезаем каждый лепесток ближе к ценам, а не так, как нарисовано на шаблоне. Все шаблончики вот примерно в таком виде в моей группе ВКонтакте в свободном доступе. Приглашаю. Нет возможности зайти в эту социальную сеть, а шаблон нужен, просто напишите мне в комментариях. Я вышлю вам на электронную почту. Произвольно рисуем листочки и вырезаем. По желанию сделаем зубчики. Все отрезки я хомячкую и чуть позже покажу для чего. Чуть притонируем края лепестков масляной пастелью. Так наш цветочек будет более красивым. Каждую заготовку нагреваем на утюге, включенном на максимальную температуру. И подкручиваем совсем немного боковинки каждого лепесточка. Очень долго я искала маленький и очень фактурный молд для листочков. И я его нашла. Это молд японской декоративной листочки. Вот такие рельефные листики получаются с его помощью. Чуть затонируем и зелень. Собираем цветочек. Сборка очень простая. Не раз я ее показывала. Единственное, что я хотела бы дополнить, что придерживать с клеем каждый лепесток надо по времени раза в три дольше. Чтобы экономить ваше время, сборку я показываю одну минуту. На самом же деле у меня на этот процесс уходит 3 минутки. Так что клеим и не торопимся. Продолжение следует... Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Цветочек наш готов. Станет он украшением для волос или будет использован для декора скраб-работ или украсит елочку новогоднюю, решать вам. А я очень надеюсь, что мое видео будет для вас полезным. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. А мы продолжаем подготовку. До новых скорых встреч! Пока-пока! Продолжение следует...